Всем привет! В прошлый раз мы делали захват предмета и устраняли небольшие баги, которые нам дает сам Unreal 5 версии. Сегодня мы будем делать бросок предмета и опускание его. Так, давайте создадим Custom Event. Это у нас будет как раз таки бросок предмета. Так, Vouch Object. Во-первых, мы должны сразу же проверить, что объект у нас в руках. То есть мы должны бранчом проверять. Если он у нас в руках, то мы будем выполнять действия. Какие нам действия нужны? Во-первых, мы должны сразу его отпустить. Для этого, то есть не то что отпустить, но да, в принципе отпустить. Здесь у нас бросок, а там у нас отпускание будет. Давайте еще один Custom Event создадим. Давайте Drop Object. Это у нас Drop Object. Здесь мы выпустим такие действия. Во-первых, нам нужен Physics. Вот это, да, который мы. И основная нода Release Component. Вот она как раз таки отпускает нами взятый компонент. Но и заодно мы должны после этого записать, что объект у нас освобожден, да, то есть не захвачен. Давайте этого мы закомментируем. Так, этого мы отпускаем объект. И заодно, кстати, можем... Так, и заодно мы можем его, в принципе, поставить на правую клавишу, да? Мы ее записали, интересно. Так, это у нас... Нет, не записали, но давайте просто буковкой... Точнее... WriteMouse. То есть мы при нажатии правой клавиши мыши, во-первых, нам необходимо сразу же проверить, что у нас предмет в руках. Да, все то же самое. Здесь мы тоже ставим branch. Если предмет у нас в руках, мы как раз таки его можем отпустить. Это DropObject. Ну вот даже если мы сейчас запустим, да? Давайте. Мы притягиваем предмет, правый клавиши нажимаем, он у нас падает. Притягиваем, падает. Ну то есть как необходимо. Выполняем. Теперь необходим бросок. Для этого, во-первых, мы должны его отпустить, да? DropObject сделать. Ну и потом уже создать, так скажем, направленные действия броска. Во-первых, после отпускания... Так, ну давайте... Давайте либо перед отпусканием, либо после проверим, во-первых, на валидность предмета. Так, где у нас он? Как записанный hitObject, да? Компонент object. Вот hitComponentObject. Мы проверяем и свалит, да? Это... Это... Можем проверить как функции, да? То есть можем проверить... Давайте так проверим. Так, если он у нас есть, мы, соответственно, можем его отпустить. Далее, после того, как мы его отпустим, мы можем сделать что? Во-первых, нам нужно знать, куда отпускаем. Это наша камера, да? Куда направлена? Сейчас мы берем getForwardVector, то есть вектор направления вперед. Ну и, соответственно, мы его должны умножить на какое-то значение. В данном случае это Multiply. Здесь мы конвертируем. Single. Пишем значение, ну, я не знаю, допустим, 5000. Если что, здесь можно сделать переменную, да? PromoteVariable. И... Это давайте... VouchDistance напишем. Откроем ее значение на персонажа, да? Чтобы мы могли его как-то быстренько менять, если необходимо. Ну и вот это мы должны как раз-таки вектор подать на... На то, что вот, допустим, наш компонент. Мы ему даем импульс в какую-то локацию, да? Либо просто импульс. В данном случае мы просто импульс даем. И подаем значение вектора как раз-таки куда нам необходимо. Ставим галочку WellChair. И наименование кости нам, по сути, не нужно. Здесь... Закомментируем. Это у нас... Бросок предмета. Компилим. Сохраняем. Запускаем. Но давайте проверим. Притянули. Если я еще раз нажму правой клавишей... Ничего не произойдет, да? Вот он даже стопорнулся. Почему? Потому что мы его не подсоединили. Launch. Вот сюда надо запустить. На Fire. Это левая клавиша мыши. Если... То есть... У нас объект в руках. По сути, мы должны его при нажатии запустить. Если не, мы захватываем. Давайте немножко корректнее как-то это все поднимем. Так. Отпускаем предмет чуть повыше. И... Бросок. И это мы тоже вот так вот закомментируем. Чтобы все более понятнее было. Здесь у нас бросок. Вот это все отвечает здесь. Отпускаем предмет. И, соответственно, правой клавишей мы тоже вот это все делаем. Давайте проверим. Притянули. Предмет. Да. Можем походить. Потолкать. Но, кстати, по толканию мы здесь... Я немножко подкорректировал. Более-менее. Дальше. Так. Я правую клавишу нажал. Отпустил предмет. Давайте еще раз. Запускаю. Опа. У нас вектор направлен не туда. Это, скорее всего, из-за того, что у нас персонаж повернут немножко в другую сторону. Если у вас такая же история, тогда заметно... А! Это GAN. Подождите. Это GAN. Давайте камеру, куда у нас направлено, и туда отправим ее. Так. Так. У нас оружие, скорее всего, повернуто. Давайте посмотрим. Нет. Ну, ладно. Возможно. Ну, как говорится, такая история работает. Так. Ну, почему... Почему-то здесь коллизия как-то отработала некорректно. Ну, в общем, все отлично работает. Когда у нас тормозит, да, вот сцена, то есть, которая у нас является точкой притяжения, куда притягивается. Я ее чуть-чуть подальше еще отправил. Ее можно поднастраивать, ну, в зависимости, какой максимальный у вас размеры предмет. Тут, естественно, надо как-то ограничивать либо предметы небольшие делать. И также на physics я немножко подкорректировал линейную часть, то есть, в 15 поставил. Но тоже не особо корректно работает. Если я еще меньше сделаю, оно прям совсем болтаться будет жутко. Ну, давайте покажу, как это происходит. Вот прям резко. Как желешка такая эта. Ну, а с одной стороны, может, кому-то нравится, но мне не очень. В общем, на этом все. До скорой встречи. Пока.